Во всей вселенной знаю точно, и для нас место, которое я строил, в котором встретил я тебя. Это город, город Уфа. Друзья, всем привет! Меня зовут Артём Хуртов, и это программа «Смотри, какая Уфа». В этой программе я рассказываю про все самые интересные факты и места нашего города. Вы, наверное, знали, что Уфа хранит в себе много тайных загадок. Вот, к примеру, друзья, а вы были хоть раз на Лысой горе? Если не были, то усаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам расскажу и покажу. Расположена она на правом берегу реки Уфы. В юго-восточной части города, около санатория «Зелёная роща». Лысая она названа, потому что склоны её раньше были голыми и скалистыми. Это видно даже по старым фотографиям. Запечатлил Лысую гору на своём полотне и наш знаменитый земляк, художник Михаил Васильевич Нестеров. На Лысой горе находилось древнее городище. Его появление относят примерно к Среднекаменному веку. Это примерно 15 тысяч лет до нашей эры. Легенды гласят, что на Турутау в те далёкие времена жил страшный дракон, который хранил золото и драгоценности в карстовых пещерах оврага. В настоящее время склон густо зарос широколиственным лесом. К югу от горы тянется живописный овраг глубиной 100 метров, на дне которого находится карстовый провал 10-метрового диаметра и целая цепочка карстовых воронок. Глубина их составляет от 2 до 10 метров. Уже во времена образования Уфы на Лысой горе были установлены стрелецкие дозоры. Маячная служба передавала дымом и огнём сигналы в Уфимскую крепость о подступе врага. А во времена Первой мировой войны и Октябрьской революции здесь проходили маёвки и митинги уфимских рабочих. На горе собирали сотни человек, а в 1969 году на поляне Лысой горы заложили памятный камень с надписью «Здесь в 1905 году состоялась маёвка уфимских рабочих». В своё время сюда приходили с экскурсиями пионерские отряды и даже иностранные делегации. Ну что, друзья, на этом всё. Вот такой вот сегодня получился небольшой коротенький выпуск. Я надеюсь, он вам понравился. Если посмотрели его в социальных сетях, обязательно отправьте своим друзьям, ведь они тоже должны знать историю своего города. С вами был Артём Куртов. До скорой встречи!